Девушки отдыхают Вот уже 20 лет прошло с тех печальных событий, которые потрясли наш лагерь и заставили недумывать общественность. Тайны череды непонятных исчезновений подростков в Тверских лесах так бы осталось неразгаданной, если не наша команда. У меня в руках кассета. У меня в руках концы и начало. У меня в руках ответ. Что же произошло в далеком августе 2004 года? Думаю, настало время рассказать правду. Скоро будет поворот направо. Девушка, поднимите руки, кому страшно. Да хватит снимать. Че, дура что ли? Да мы очкуют просто, вы че? Да. Я очкую? А ж ты морешь. И че это такое? Девушка, поднимите руки, поднимите руки, поднимите руки. Меховый. Девы, пойдемте внутрь. Давайте не пойдемте, я туда не полезу. Где ж... Там там это... Типа кто-то есть. Да, короче, полезли. КОНЕЦ За неимением достаточных улик милиция закрыла дело. И только спустя два десятилетия нам удалось доказать связь утечки радиоактивного топлива из хранилища неподалеку с этими печальными событиями. Бедные подростки стали жертвой мутировавшей до гигантских размеров беременной крольчихи. Ваш лофе готов. Сахаром. Спасибо, дорогая. Ну что, ребята, вы, как всегда, у нас большие молодцы. Все сами сняли, все сами придумали, но ответьте мне на один вопрос. Как называется наша редакция? М-м-м, родничок. Правильно. А почему она так называется? Братцы, кто-нибудь может мне ответить, почему наша редакция так называется? Потому что мы первые. Потому что мы ключевые. Потому что мы чистые. Вот, вот. Правильно. Чистые. И это главное. А у вас? А у вас канализация какая-то... Прости, господи. Люди хотят сенсации. Люди хотят потрясений. А не эти ваши разговоры о главном. Так. Ну-ка, цыц. Я сам знаю, что нужно людям. Чего они хотят, не твоего ума дело. Ваше дело маленькое. Вы несете людям добро. Понятно? Даю тебе последний шанс снять нормальный репортаж. Или вылетишь у меня из редакции, как пробка из-под шампанского. Понятно? Чего тут не понять? Тогда... В нашем лагере начался грибной сезон. Юные натуралисты, вооружившись литературой, пошли собирать грибы. Это какой-то кошмар. Федя, я не хочу в этом участвовать. Я не буду в этом участвовать. Да это вообще не мое. Кому нужны эти новости? Ну, это наша работа. Мы должны снимать новости. Да от таких новостей даже дохлая пчела сдохнет от скуки. Начали. Если мне не дают снимать то, что я хочу, тогда я вообще не буду ничего снимать. Зрителям нужны сенсации. А не этот кошмар. Дубль. Два. Лето. Время отпусков. Самое время посвятить себя природному ландшафту и начать собирать грибы. Но нерадостно в чищобах. В последнее время все реже слышны звуки собирателей. Теперь не грибники собирают грибы, а грибы собирают грибников. Микофобия. Одна из самых распространенных фобий человечества. С каждым днем все больше и больше людей страдают этим заболеванием. За века эволюции грибница приобрела сознание. Человек с лукошком, попадающий в лес, становится объектом внимания тысяч грибов, которым грибница передает информацию о нахождении человека в лесу. Заходя все глубже в чащу, он становится жертвой гигантских грибов. Они высасывают из человека все жизненные соки. Так, ну мне кажется, что это очень даже печально. Печально? Ну нет, ну как директора я хочу сказать, что это... Очень плохо. Плохо? Ну может быть не стоит? Закрывать на это глаза. Наверное, ты прав. Наверное, не стоит. Три, четыре. Она позорит честное имя журналисту. Кто говорил? Она мрет ради собственной выгоды. И что? Ей не место среди нас. Ну зачем уже доводить? Ну давай посмотрим эту проблему с другой стороны. Вы еще пожалеете. Лиза! Лиза, Лиза, подожди! Отстань от меня, и ты туда же! Меня заставили! Все вы операторы одинаковые! Если тебя выбросили из редакции, то это не означает, что тебя отстранили от твоих зрителей. Моя камера всегда со мной. Интернет тоже никто не отменял. Мало кто знает, что пионеры на площади на самом деле замурованные живые дети. За этим стоит очень подозрительная история, связанная с конфликтом пионеров и вожатых очень много лет назад. Что вы такое совершили, и что по этому поводу вы думаете? Многие говорят, что эта горка – портал в ад. Но на самом деле это портал в Самару. Сейчас мы это и проверим. Девочка, девочка, это какой город? Челябинск. Информация о Самаре оказалась неверной. Мальчик на спор выпил 20 стаканов воды, и вот он уже второй день в туалете. Занято! О чем вы думали, когда пили 20 стаканов воды? Без комментариев. У аппарата? Папков. Да. Угу. М? Можно я через минуту наберу? Мужчина. Мужчина. Субтитры создавал DimaTorzok Нас очень заинтересовала ваша работа Мы хотим приехать и снять документальный фильм Вы можете нам с этим помочь? Да Хорошо, тогда мы утрясем детали с руководством И приедем к вам в течение недели До свидания До свидания Ура! Можно потише? Заткнулись! А вдруг они узнают, что это все вранье? Не узнают А вдруг они нас разоблачают? Нет Юрий Юрьевич, вы самый лучший директор Да, я такой И вы всегда помогаете детям Правда? Поэтому доверьтесь мне Я сделаю всю работу за вас Юрий Юрьевич, уходим! Нам нужен крова и хлопушка А соль У меня всегда с собой Черти, активнее выползаем! Активнее, активнее! Стоп! Почему лица такие кислые? Рамы кофейку принеси! Так, беги вглубь леса Да-да-да, давай к этому дереву Нет, давай к другому Назад, чуть дальше Да-да-да, вот здесь Нет, плохо Еще дальше Но я совсем далеко Стоп! Рома, почему у него белые кроссовки? Отдай ему свою Аня, аккуратнее Рома, вырежи, пожалуйста, привидение у глаза А ее вожатая не потеряется? Да она спит уже давно Два часа уже ждем Может, они не приедут? Приедут обязательно Не приедут Приедут Нет Приедут Не приедут Не приедут А-а-а! Каравай забыли А я соль взял Господи Благодетели! 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 Ура-а-а! Ура-а! Лиза, я у тебя уже обусталась. В чём лагерь? Пойдём, пожалуйста, в корпус скорее. Добро пожаловать. Чем богаты, так и рады. Ну, давайте посмотрим на ваш лагерь мистический. Съёмки через два часа. Беременная крольчиха. Грибы, убийцы, болотные черти и яма, от которой клонят в сон. Всё это лишь малая часть тех мистических событий, которые происходят в обычном детском лагере в Тверских лесах. Что это? Шокирующая реальность или выходки невыспавшихся вожатых? В этом нам поможет разобраться первооткрыватель аномалий, журналист-исследователь и автор проекта Роман Селезнёв. Здравствуйте! А ещё я главный редактор газеты «Родничок». Здравствуйте! Роман, а как давно в лагере стали происходить аномальные события? Поделитесь. Вы знаете, я в этом лагере работаю уже лет десять, и я с самого начала прекрасно знал, что этот лагерь обладает своей неповторимой мистической аурой. Он врет, это я всё придумала! Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, кто вы... А я журналистка. Это Лиза! Лиза моя ученица! Лиза, давай мы с тобой потом поговорим. Это мои идеи! А ты их украл! Ты вор! Лиза, я тебя уже обыскалась. Пойдём, пожалуйста, извините, пойдём в корпус. Но это мои идеи! А ты вор! Ты их украл! Это моя идея! Это я её придумала! А ты её украл! Ты вор! Я тебя ненавижу! Да как так можно вообще? Лиза, давай, пойдём. У нас ещё очень много дел. Написать текст для пиковой дамы. Без тебя у нас ничего не получится. Давай, вставай потихоньку. Я тебе пока чай-то заварю в пакетиках твой любимый. Я ничего не хочу и не захочу. Да, я понимаю, что тебя выгнали отовсюду, забрали твоё любимое дело и растоптали. Но ведь это не повод для мести. Ничем не примечательная чёрная будка стоит на территории детского лагеря. Что это? Грязехранилище? Склад? На самом деле, это оккультное место для проведения детских свечек. Так откроем же завесу тайны. Магистры, преклоните колено. Да светит вас свет всей свечи. Да сделает он прямым стезю вашу. Да приоткроет тайны мудрости вашей. Да, I wanna be a DJ. Yes, I wanna be. I wanna be a DJ. Yes, I wanna be. Дорогие друзья, мы становимся свидетелями странного ритуала. Возможно, жертвоприношение. Давайте затаимся. Стоп! Прекратите съёмку! Я должна сделать важное заявление. Это фейк, ложь, постанова. Всё это придумала я, а вы меня выгнали. И если вы сейчас же не вернёте меня обратно к себе в проект, я выложу видео в соцсети с разоблачением вас, Юрий Юрьевич, и Селезнёва. И вся эта ваша работа пойдёт коту под хвост. Я даю вам 30 секунд. Время пошло. Лиза! Лиза! Вернись! Я всё прощу! Вернись в проект! Мы всё переделаем, Лиза! Рома, где Рома? Лиза! Вернись! Рома! Да кто она такая? Что она о себе возомнила? Родничок ты мой! Я тут главный! Ну а что вы стоите? Сделайте что! Лиза! Лиза! Мы все здесь взрослые люди. Пожалуйста, давай посмотрим на эту проблему с другой страны, Лиза! Три, два, один. Ваше время вышло. Я сливаю видосы. Теперь весь мир узнает. Узнают что? Что? Узнают что? Что вы врёте? Мы все врём. Это шоу. Шоу. Никому не нужны твои разоблачения. Слезай. Слезай, дура! Боже мой! Детский сад! Спасибо, хоть кто-то и угомонил. Становитесь в круг. В круг? Становитесь в круг. Становись в кадры. Подождите, мы так не договаривались. Я так работать не буду. Я с ней работать не буду. Это против моих принципов. Спасибо. До свидания. Один звонок куда надо, и ты больше не редактор. Поэтому засунь свои принципы. Либо вы не умело честны, либо вы врёте, но профессионально. Поэтому выбор за вами. Здравствуйте, с вами Елизавета Моторная и Роман Селезнёв. Роман Селезнёв и Елизавета Моторная. Отчего так в России берёзы шумят? Они шумят, а их никто не слышит. Давайте узнаем подробнее. Здравствуйте, почему вы шумите? Сенсационно! Вокруг шум. Пусть так. Пусть так. Тебе не кажется, что за бред? Нет, не бред. Какая концовка в итоге? Не знаю, возможно, потому что... А вот они шумят, я их никто не слышит, потому что ты много слышишь. Знаешь что, я придумала начало, ты придумал конец. Давай побыстрее, а? Ну, это идеальный партнаж, в отличие. Хорошо, давай посмотрим. На свеуде, наше свеуде. Это кто? Дети? Хорошо. Свои записи в журналах видишь? Вот именно, там всё про детей, там всё про лагерь. Ну и что? А я люблю другое. Это же про грибы рассказывает, которые едят к грибнику. Вот какой там есть сути смысл. А я люблю другое, я люблю другое. Субтитры сделал DimaTorzok